и снова здравствуйте друзья с вами снова валерий снова об альтернативе сегодня у нас 1 декабря вот такой вот замечательный день утро сходит солнце то есть данный момент около 8 часов утра альбатрос работает и это видео о том заряжает ли аккумуляторы ветрогенератор в данном случае я сделал вот такую табличку и решил записывать показания каждодневные выработки альбатроса и солнечной энергии соответственно 1 числа видим я обнулил и далее вот есть записи за целый месяц данный момент иду считать за каждый день и собственно кому интересно смотрим погнали в общем друзья в данном случае это показания выработки ветрогенератора и солнечных панелей за ноябрь месяц как видим первое число я обнулил показания по нулям и вот у нас выработка по ветру и выработка по солнцу в общем каждый день примерно где-то 8 часов утра я записывал показания в данный момент 7 часов 59 минут утра благо что все показания у меня есть высвечивается на телефоне как солнечных панелей так и ветра вот в данный момент покуда я здесь включал камеру я утром записал встал это было 7 где-то 45 показания 68 543 в данный момент 68 630 то есть 100 ватт даже больше уже накрутила покуда я включал вот здесь эту камеру настраивался так по поводу ветрогенератора 68 киловатт за месяц ну вроде бы ерунда но это нужно учитывать то что до 14 числа вот здесь я даже записал я показывал на видео что я здесь вытащил мышу то есть она там видимо куда-то попала заклинила ветрогенератор и вот видим почти две недели ветряк простоял то есть 10 дней как минимум ветряк все по нулям не вращался то есть он здесь завис и все и никак 14 числа я вот вытащил мышь светра генератора и ветрогенератор несмотря на то что ветер был кстати минимальный многие ветряки на таком ветре просто даже не вращаться скажу сразу если бы на этом ветрогенераторе стояла три лопасти сто пудов что большую половину времени он бы не вращался а так вот даже какой-то минимальный порыв какой там где-то проскакивал ветряк его ловил и пускай там киловатт пускай 2 но он за сутки все равно пополнял запас заряда аккумулятору кстати по поводу заряжает ли ветряк аккумуляторы не так давно я видел видео не мишеля моего где он ну как сказать знаете вот не было бы так смешно если бы не было так грустно ребята заряжает аккумуляторы особенно я вам скажу когда вот 23 числа по всей украине был энергетический коллапс и более суток ну так это у нас более суток в некоторых и и неделю не было света то вот даже в тот момент когда вырубили свет кстати это первый день когда жена на газовой плите готовила ужин забыла как этой плитой и газовой и пользоваться газ природный то есть не мне баллоны у нас природные газа то есть отопление все газовые но газом мы не пользуемся нас доме все электрическое то есть до этого момента жена готовила то есть именно 20 до 23 числа и и позже всю еду готовит на инфракрасной плите в этот момент когда это все вырубилось и ветер был небольшой и и непонятно было на как надолго пропал этот свет и будет ли он там через день через два через неделю поэтому мы ограничили себя в потреблении электроэнергии и тем не менее морозильная камера холодильники ноутбук и телефоны свет это все работало и совершенно без ущерба для аккумуляторов значит несмотря на то что вот видим 23 где-то вот 23 по 24 ну здесь буквально за сутки было два киловатта но этих двух киловатт хватило чтобы поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии то есть я ложился спать было на аккумуляторах 48 вольт утром рано проснулся ветрогенератор стоял он не вращался но на аккумуляторах было 47 и 5 десятых позже конечно ветрогенератор там чуть позже поймал ветер запустился вот видим 24 он запустился снова было два киловатта за сутки но он восполнил там тут запасы еще и хватило энергии далее у нас появился свет там то есть уже уже как бы чувствовали себя более уверенно это тот случай когда альтернатива делается альтернативой примерно сейчас может с двух дня нет никакого электричества государственного я имею ввиду причем от слова совсем но благодаря что хоть как-то вращается ветрогенератор вот видим потребление в доме 237 ватт то есть никто микроволновку не включает ну аккумуляторы вполне даже себя нормально чувствует 48 и идет под заряд вот ветрогенератор а ветер совсем маленький но тем не менее как раз перекрывается разряд-заряд смотрит на улице темно у соседа слышно генератор работает ветер не ощущается от слова совсем ну у каждого своя альтернатива у соседа бензиновая у меня в данном случае ветроаккумуляторная друзья значит света нет и похоже его еще не скоро будет но проблема в том что и солнца нет и ветра нет заряд аккумуляторов после ночи 47 5 ну то есть еще все в пределах разумного все нормально в доме в данный момент потребление 118-120 ватт постоянно включенными остаются два холодильника ну и может там какие лампочки то есть когда они запускаются то потребление будет конечно больше так значит в данный момент солнце у нас по нулям сейчас попробуем почистить панельки и возможно второе поле которое работало на грид скорее всего придется переключить также на заряд АКБ идет борьба за каждый ватт в общем для многих моих зрителей которые проживают не в Украине ну этого наверняка не понять как это нет электричества нет интернета нет связи нет воды нет ничего все что можем мы как-то пытаемся добыть это все сами то есть вода у меня в скважине электричество слава богу ветрогенератор заработал сейчас чистим панели эти пробую подключать те поля которые работали на грид также на заряд АКБ и дай бог этот день мы также выживем не могу писать никаких комментариев вернее отвечать на комментарии просто нет связи вообще никакой интернета никакого не прочувствовал это как это нет нет ничего ну для многих моих зрителей это понять трудно чистим панельки вот так вот для тех кто думает что альтернативная энергия не выгодна в данной ситуации это просто необходимость это выживание это жизнь слава богу ветряк запустился хотя ветра как видим нет вот я стою вот видим какие ветки но альбатрос молодец еще дня такого не было чтобы он не крутился после того как вытащил мышь молодец ветрогенератор молодец вся только надежда на него это для тех кто говорит что ветряки не заряжает аккумуляторы на нем вся основная сейчас работа прямо гриду подцепил два провода и плюс-минус бросил к солнечному контроллеру на третье поле значит данный момент у нас 58 ватт это с того поля где мы чистили снег и на этом поле у меня два киловатта но они разбросаны то есть до обед одно поле работает после обед второе и одно поле в данный момент затеняется гаражом соседа поэтому оно не работает в общем включаем вот три поля ну даже если добавится к этим 50 и 6 20 ватт это уже будет что-то в общем включаем одно поле ничего не поменялось так вот это то что на крыше здесь должно быть раз да есть есть пошло расти 80 70 и еще один включаем 77 мне густо но что есть солнца нет поэтому радуемся этим 77 топлю светрячок чего-то 87 сейчас 100 ватт 84 всего оборота 200 ватт 270 ну так вот даже эти 300 ватт уже перекрывают минимальное потребление в доме и плюс это еще только-только утро может солнышко поднимется в данный момент уже 8 часов есть я сбрасываю ветроконтроллер и солнечный контроллер снова на ноль и у меня есть показания за декабрь месяц показания прошлого года и насколько я помню там за декабрь было 200 киловатт вот сейчас именно начинается тот сезон ветров то есть вот видим последние два дня вот здесь это сегодня уже кстати первый блин ручка не пишет в общем ладно я возьму другую ручку это кстати тоже не пишет сейчас пропишу за каждый день и вот эту табличку я вставлю в этом видео поэтому каждый может посмотреть что как же на самом деле ветрогенератор заряжает либо не заряжает аккумуляторы работает ветрогенератор или нет ну скажу вам сразу что даже жена сказала что это тот случай когда она молится чтобы каждый день был ветер потому что без ветрогенератора это когда нет никакого электрического это ну это коллапс это реально коллапс потому что панельки они работали довольно неплохо с перехода вот октября на ноябрь ну а далее уже здесь выработка никакая и скорее всего если бы вот здесь ветряк все вот эти дни работал а не стоял то ветряк бы вот здесь вот эти показания я больше чем уверен что он бы их переплюнул ну а так а так вот в данном случае солнечные панели здесь переплюнули кстати мощность солнечных панелей здесь изначально было подключено 3200 поле а после 23 я добавил еще одно поле оно там двухкиловаттное но те два киловатта значит один киловатт в данный момент затенен гаражом соседа он не работает а второй киловатт работает поочередно то есть полкиловатта до обед и полкиловатта после обед поэтому ну будем считать что добавил еще киловатт пускай там поэтому вот здесь вот примерно после 23 это где-то 4 киловатта поле ну что обнуляем контроллер иду по ручку считаю показания за каждый день и этот листочек будет в этом видео то есть каждый может посмотреть как же на самом деле заряжает либо не заряжает ветрогенератор и на самом деле мы прямо сейчас без компьютера здесь есть возможность обнуление так учетная запись 68 600 ну почти 68 700 покуда я вам порассказывал 200 ватт докрутило так обнуляем вот вот видим по нулях то есть есть первое число 12 22 8 часов 10 минут все по нулям с момента обнуления ветрогенератор на валу уже сделал вот 34 оборота 36 и пошел так да он тем не менее он крутит вот видим 700 ватт на ветрогенераторе 600 500 300 вот 300 300 300 400 500 700 800 600 500 я думаю выработку видно и вот обороты 132 кстати там вчера у меня человечек писал что вот ты ограничил там обороты 190 на винту что страшно ну во первых для такого винта я его больше 300 оборотов не разгоняю а то что здесь цифра она изначально была 280 это я думал так же что это ограничение по оборотам и в итоге когда с сергеем поразговаривал он говорит это цифра после которой контроллер нагружает ветрогенератор по полной и в итоге я определил что вот здесь у меня стоит цифра в данный момент по моему в общем я разную пробовал ай стоп 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 выйдем с этой с учетки так это что такое так ветрогенератор ветрогенератор где то есть такая а вот нет а здесь я уже поставил даже 185 то есть это цифра после которой контроллер нагружает ветрогенератор по полной и если там по истечении там не знаю пять минут или сколько там не знаю сергей знает ветрогенератор не справляется не сбивает обороты вот тогда начинается включается защита то есть это не последняя цифра до которой может разгоняться обороты ветрогенератора так все выходим все контроллер этот работает так теперь солнечный контроллер так учетная запись и сбиваем ее вот все по нулям все 812 все по нулям что наше солнышко 83 ватта выдает вот всего то на всего солнышко 82 а ветрогенератор десять раз больше на данный момент кстати друзья появилась идея вот этой пустой третьей колонки записывать пиковые значения выработки за сутки ну вот какой был максимальный ветер и тогда можно будет понимать какой был ветер в течение дня ну по выработке как бы и здесь понятно но вот например за вчера вот заходим вот видим 199 оборотов 3 киловатта 114 ватт то есть мы их обнуляем вот вот в данный момент это пиковые значения то есть ветер в данный момент небольшой по вот этим пиковым значениям можно будет ориентироваться какой был максимальный ветер за течение суток вот уже выскочила циферка 372 ватта то есть в течение дня может быть ветер там 4-5 метра но под конец дня быть порыв какой-то там налетел может там метров 10 это временный но это будет пиковый ну вот видим уже кило 200 есть вот уже 2400 видим даже мы посмотрим что ну вот 700 ватт 500 600 700 800 это в онлайн режиме показываю друзья надеюсь это видео в общем эта информация для вас была интересна полезной всем добра позитива хорошего настроения здоровья мира и до новых видео всем пока